Сахалинская областная дума сразу в двух чтениях приняла очередные поправки в региональный бюджет. Дополнительные средства вывели расходную часть казны на исторически рекордный уровень. Почти 217 миллиардов рублей. На что потратят дополнительные деньги, узнал Дмитрий Зеленский. Это второе существенное прибавление в бюджет за год. Доходы выросли более чем на 10 процентов, сразу на 14 с лишним миллиардов. Пять из них поступили из федерального центра и около одного в виде сборов за пользование водными биологическими ресурсами. Традиционно большая часть средств пришла из нефтегазового сектора. Основное увеличение на 8,1 миллиарда рублей планируется за счет налога на прибыль организации в рамках реализации соглашения о разделе продукций по проекту Сахалин-1, исходя из фактического поступления налога. Предлагаемые расходные дополнения касаются ключевых сторон жизни региона. Более 5 миллиардов направят на переселение из аварийного жилья. Столько же на строительство новой взлетки в Ижно-Сахалинском аэропорту и дорог. Для городов юга острова купят 50 автобусов на газомоторном топливе. Предусматриваем также более 2 миллиардов рублей субсидий на текущие расходы. Субсидии на текущие расходы будут охватывать весь спектр отраслевых направлений. Это вопросы жилищно-коммунальной сферы, вопросы электрогазотеплоснабжения, вопросы связывающиеся с реализацией консессионных соглашений, а также на развитие культуры и спорта. Муниципалитеты получат деньги на воплощение долгожданных проектов. Между районами распределят 400 миллионов на ямочный ремонт. 109 направят на обновление подъездов. Тамаринский городской округ получит 8 миллионов на ремонт квартир для бюджетников. Южнокурильский 5 на замену кровли Шикотан-Арены. Долинский 12 на реконструкцию детсада Росинка в Соколе. В Соколинской области бюджет всегда был социально направлен. Те меры социальной поддержки, которые мы закладывали в бюджет, они все сохранены. И предыдущими поправками мы даже определяли и дополнительно направляли средства в бюджет для мер социальной поддержки. Депутаты одобрили поправки и проголосовали за них единогласно. Закон был принят сразу в двух чтениях и направлен на подписание губернатору.